Игорь, я вот согласен, ты сейчас только сказал, 19 секунд негатива, они там, да, как? У меня как бы даже карма немного быстрее. Вот бывает, если у тебя в день утром негативная мысль появилась, она вот в этот день проявится. Я как бы научился это все, ну, стирать, да, вот практика есть хоп-он-оп, да? Вот, ну, иногда получается, иногда не получается. Но у меня вот до аморазма, ну, до патологии вот эти негативные мысли, чуть-чуть зацепка есть и фантазия дальше. Вот этот, если мне так сказал, я бы его вот тут чуть ли не посадил, этот меня подрезал, я бы его сейчас вот так сделал, да? Вот что-то у меня какие-то блоки есть, которые старое что-нибудь, да, обиды начинаются, я вот накручиваю, накручу себя. Я борюсь с этим, пытаюсь, потому что, ну, нельзя так жить, правильно? Ну, как бы вот этот корень, как бы... Вы у меня не были, да? Нет, я сына водил. Сына водил. Больно будет, покричишь чуть-чуть? Да, с удовольствием. Да, давай, с удовольствием. Ну, как делаю? Сейчас, давай, сейчас, ага, стой. Ага, дыши, давай. Ей надо чуть подольше, она, садись. Она контролирует, поэтому чуть-чуть назад, ноги выпрямь, да, не упадешь, смотри. Все, расслабься. Дыши глубже. Руки вот так опусти, чтобы они висели. Да, 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 закрывай глаза. Вдох через нос, выдох через рот. Просто дышим глубоко. Еще. Еще вдох. Вот то, что мы сейчас делаем, да, там, дышим, там, вот это все. Это... Короче, когда будет музыка, кричите, ладно? Когда будет музыка, танцуйте. И вот здесь все равно все под энергиями, вы потом поймете, выплескиваете этот негатив. У вас получится прям до иступления Рики, и вот это... Ты должна, короче, ее изнутри выплюнуть. Поняла? И у вас тоже. Давай, дыши. Сейчас, говори. У меня возник такой вопрос. Я просто сейчас говорила про лишний вес и так далее. Я в своей памяти это стирала, конечно, но я до 22 лет была очень... Ну, не очень полная. Ну, так, 79 килограмм, короче. В детстве я была процентов на 5-10 всего лишь толще, чем другие дети. Но меня очень сильно обзывали и во дворе, и родственники говорили, а куда ты жрешь там и так далее. В школе вообще, то есть, мальчики, это отметается сразу, то есть, это троллинг только. И это так, ну, сильно отразилось на моей жизни. То есть, когда я поняла, взялась в руки, уже похудела, это дошло до расстройства пищевого поведения. То есть, меня мотает в крайности. То есть, я весила как бы 79, потом до 50 скатилась при моем, ну, при моем росте. Это, то есть, я просто селедка была. И я, когда уже смогла добиться снижения веса, я поняла, что от этого я себя красивее не чувствую. И худее я себя не чувствую. То есть, мне говорят, Соля, что красиво. Я думаю, да уж, конечно. Ну, типа, я чувствую это как прикол. С папой отношения какие? С папой, ну, нормальные, в принципе, я не могу сказать. Что-то, особенно у меня есть на него обиды за то, что он не работал, не подстраховал меня, как бы в будущем. А так все хорошо. Ну, больше обид, наверное. Тем не менее, я пытаюсь закрыть, но обиды есть. Дыши уже. Так, это у него, да? Да. Не дыхай, давай. Еще. Вот есть люди, у которых закладывают уши сейчас, нет? Правое, левое, там много у вас? Смотрите, правое ухо, не хочу слышать мужчин, левое ухо, не хочу слышать женщину. Левое ухо сейчас у него, а что я ничего не слышу. Достали. Дыши глубже. Еще вдох. И уши очень больно, когда выдавливаешь этот. Нужно попасть в определенное состояние, поэтому, когда сегодня будете сейчас этот, не останавливайтесь только, ладно? Я буду максимально вас подтрунивать, но вы не останавливайтесь сами внутри тоже. Выдыхай. Еще. Выдох. Еще. Еще вдох. Еще. Я вот девушке обещала, можно после ее камеры? Выдох. Вот так. Ощущения в телептии. Ноги не держи. Дыши. Еще. Давай. Вот он, вот он. Дыши. Смотрите, обычно что в этом состоянии чувствует человек? Его начинает потихоньку потряхивать и немеет тела. Очень сложно как-то управлять им. Дыши. У мужчин стресс приводляется. Вот он, смотрите. Видите? Видите руки? Дыши, дыши. Вот это не хочу жить называется. Это, ну вот, устал. Сильно устал. Дыши. У мужчин, почему стресс страшнее? Ну, как страшнее. Мы позже приходим. Мы вообще не осознаем, что с нами что-то не так. Вот это с мужчинами-то. Это помните, как не нервничать? Я не нервничаю. С женщинами проще. Ты у нее спрашиваешь, что ты чувствуешь? Она говорит, у меня левый мизинец на левой ноге, там что-то колет снизу. Мужчина, он весь фиолетовый. И спрашиваешь, что же все хорошо. У меня все нормально. В таком состоянии человеку, ему просто не везет ни в чем. Вот ты начинаешь что-то делать, все портится, все ломается, все рушится. Это, говорят, дорога закрыта, там вот, ну, сейчас будем открывать. Мы сейчас, мы же этим не займемся сейчас. Это же прелюдия такая, вы потерпите немного. Это я тут новое слово запомнил, знаете, этот. Он говорит, а это определяется органомелептическим методом. Кому интересно, что это такое, посмотрите в словаре. Говорит, проще говоря, на глазок. Я говорю, на глазок. Определяется цвет рук. Видите? Руки, если есть врачи или кто-то вот там, этот, у трупов такие. Вот такой цвет примерно. Потом будет потихоньку сильнее и сильнее стягивать. Дыши глубже. Это жесткий стресс, который, вот, смотрите, есть, вот, чтобы, сейчас я спущусь на, сейчас, сейчас, что случилось? Сейчас, сейчас, сиди сейчас. Спущусь немного на этажа два-три ниже, вот, там, типа, психолог, там, статус. Вот, есть магия и порча. Ну, все слышали, никто, половина верит, половина не верит. Но я нашел научное, типа, там, такое, что, когда спрашивают, что это такое, я говорю, это энергоинформационное воздействие на биополе человека. Переспросить стыдно, но ни хера не понятно. И люди кивают, типа, ну, а ну, киви, ладно. Магия, короче, проще. Что такое магия? Это когда тебе в спину говорят, да ты мудак, да будь ты проклят, да что будь ты там, да-да-да-да, это вот это вот все. И чем больше таких проклинаний в твою сторону летит, твое биополе, короче, оно смыкается, и по телу не идет энергия. Вот то, что сейчас мы делаем, мы его как бы размыкаем. И когда мы разомкнем, у него прям будет расслабление и прилив сил такой очень, ну, вот, большой. Защиту, смотрите, защита, я вам сейчас объясню защиту. Защита от там, от черной магии, сейчас мы этот хогрс откроем. Нет круче защиты, если ты находишься в любви и радости. Вот твоя основная задача, если ты хочешь быть защищенным, эмоциональный фон свой держать в любви и радости. Тогда с тобой будет все хорошо. Как только ты, вот ты можешь полгода прожить в любви и радости, благостной, там вот это, да, и вот тебе в течение полугода плюют спину, тебя проклинают, ничего на тебе не отразится. Но как только какая-то сука тебе наступила на ногу, и ты на нее мотюкнулся и разозлился или как-то проэмоционировал, все, что в течение полугода делалось, тебе сразу. И поэтому, говорит, беда не приходит поодиночке. Потому что вся жопа сваливается в один день просто. И поэтому очень важно, если ты на этот путь выходишь, на этом пути так и жить. Выходить-то можете? Выходи сюда. Давай вдох. Как дела? Пускай. Вот так. Выплакивай. Вот все, что можно сделать без лишней боли, я стараюсь сделать, ну, вот. Выплакивай. Вот так, давай. Пускай, пускай. Давай, ага. Поэтому с мужчинами сложнее, мы терпим. Помните, как мультфильм этот, Леша Попович, не упал, вот этот, вот. Чего? Я тебе щелку. Ага, выдыхай. Выпускай. Я поэтому сзади стою всегда. Слышно было, что? Я тебе, говорит, сейчас ебну. Выдыхай. Выдыхай. Меня бить нельзя, слышишь меня? Выдыхай. Выпускай. Выдох, выдох, выдох. Вот они, руки свело, да? Выдыхай. Вот так. Еще. Выдыхай. Еще. Что чувствуешь? А? Руки не шевелятся? Шевелятся? Ага. Садись. Садись. Садись, садись. Садись, стул сзади. Смотри. Стул держи. Стул не отпускать, ладно? Ари. Придержи рот, пойдем. Вы закройте глаза, дышите. Руки не смыкайте. Вдох. Ари. Давай. Сильнее. Еще. Тело расслабь. Расслабь тело. Расслабь. Тело расслабь. Ноги опусти, расслабь тело. Тихо, тихо, тихо. Отпускай. Выдохни. Теперь на уши посмотрите. Видите, черные? Видно, да, кто рядом с ним? Выдыхай. Блоки, они выходят прям один за другим. Ты когда начинаешь их вдергивать, они одно за другим вытягиваются. Давай. Ну, поставь рядом. Выдыхай, выдыхай. Готов? А? А? Давай. Вдох. Выдох, выдох, выдох. Выпускай. Вот он, вот он. Расслабь тело сейчас. Сейчас выскочит. Расслабь. Расслабь тело. Вот она. Ага. Выпускай. Видите левое ухо какое? Правое не такое. Выпускай. Легче? Еще вдох. Застегнись. Сейчас. Как накинуться, ты что? Вдыхай. В теле ощущения какие? Болит еще? А сейчас? Нет, отпустил. Ага. Глаза здоровые у тебя? А? Нет. А, ну все. Дыши, дыши, не бойся. Ты с кем пришел? Один ты? Пойдем. Да не бойся, сзади встанешь. Я вижу, сзади нормально. Держи. Положи руки. Вот посиди, руки опусти. Дыши. Вот это заколдованный называется. Ну вот его этот. Это... Женщинам лапшу на уши вешать не надо. Дыши. А? Давай выходи. Выходи. Плохо тебе. Давай выходи сейчас. Выдыхай. Сегодня тихо. Спасибо вам большое. То есть этот... Сегодня как-то... Выходит аккуратно. Я молился полночи, чтобы было по-тихому. А? А? Ну да. Дыши. Ага. Да? Давай. Подождите. Микрофон дайте, я тут не слышно. Закрой глаза, не контролируй. Давайте сниматься. Я была у вас на тренинге. Вы помните, наверное, меня невозможно забыть. Я просто всегда много говорю. Я не знаю, я надеюсь, вы, конечно, помните. У меня не получилось заплакать. Кстати, это было круто. То, что вот на тренинге происходит внутри, это круто. У меня не получилось заплакать. Можно мне туда выйти? Может, мне сегодня получится поплакать? У мужика-то своего надо отдать. Я хочу. У меня не получается прореветься. А вот это вот смотрите. Видите, что происходит? Выпускай. Держи. Нормально. Сейчас вытащим быстро. Вот это вот магия. Вот это вот. Выпускай, выпускай. Вот так еще. Вот тоже руки начинает сводить. Видите, у нее? Сейчас только не пугайтесь, я прошу. Да не надо убегать в дверь. Просто посидите. Это сейчас закончится. Полчаса, час сейчас закончим. Тебе там хорошо уже? Да. Ну? Я же говорю. Тебе крови свежей не хватало. Вот так. Давай так. Что, выдавим? Да. Давай, вдох. Выпускай, выпускай, выпускай. Тело расслабь только. Вдох. Все. Сейчас отпустит уже. Ага. Линзы есть, нету? Глаза здоровые? Вдох. Ори. Еще. Ори. Еще. Все. Все. Выпускай. Выдох. Отпускай уже все. Ага. Все, давай, да. Выпускай. Ага. Все уже. Вот так. Это очень страшно, знаете, когда происходит с тобой, и ты один дома. Это просто жесть какая-то. Ага. Выпускай. Что, уши болят? Болят. А? Уши болят? Скажи что-нибудь. Пошла, пошла, пошла. Вот она. Ага, давай. Еще. Вот так. Ага. Ну, плачь. Ты меньше разговаривай. Вы ее запомнили, да? Я сейчас вспомнил. Я извиняюсь, в постели то же самое происходит? Сейчас оргазм будет или попозже? Ты что еще будешь делать? А? Как это? Закрой глаза, не разговаривай, я тебе говорю. Удыхай. Это, знаете, это очень хорошая игра. Люди, которые ведут себя по определенным образом в социуме, точно так же ведут себя в постели. И когда ты такие аналогии проводишь, очень прикольно получается. Поддержка сразу видно, да? Тебе так удобно? Вот так, да? Пускай. Выдыхай. Все, ладно. Смотрите, если вот это делать без давления какого-то, вот эти вот глаза, там вот это, это часов пять. Вот это вот просто коматозного состояния. И это как, знаете, как собаке рубить хвост вот по сантиметру, вот в течение пяти часов. А это сразу по шею отрубили. То есть вот так гуманнее, мне кажется. Так, конечно, страшно выглядит, непонятно, но это гуманнее намного. Быстро выдавили, отпустило, все. И спокойно, да? А? Как дела? Ну? Отдыхай. Ну? Ну? Хорошо. У тебя как дела? Хорошо. Давай. Дай. Уплакивай. А вон еще, да? Давай, давай. Вдыхай. Уплакивай. Мы твоего мужа чуть попользуем, ладно? Вставай. Вот, держи ее. Вот так руки положи. Вот так, держи. Держи, чтобы не упала. Ты не ревнивая же, я надеюсь? Ну, хорошо. А то разные бывают. Выдыхай. Поет хорошо, наверное, да? Выдых. Я знаю миллион этих видов крика. Выдых, выдых. Сейчас, сейчас ты. Смотрите, сейчас вот кого сворачивать, сейчас потихоньку буду, да? Кто плачет на месте, плачьте. Начнется выковыривать, начну выдавливать потихоньку. Дыши глубже. Когда доведется, дойдет до цикундера. Давай. Вот так, выдыхай. Выдых. Нет, хорошо потихоньку так идет, прям нравится. Выдыхайте. Ага. Просто в прошлый раз, кто был, были же, да? Взорвалось сразу человек 20 или 30, и был какой-то кошмар. Сейчас управляемо. Хорошо. Микрофон дайте сюда. Сейчас, сейчас, дышите, это еще не тянет. Вот же. Здравствуйте. Нажать, наверное, что-то надо, нет? Нажала. А, вот. Сейчас, сейчас. Здравствуйте. Ой, прошу прощения. Здравствуйте, говори. Вопрос такой. У меня много планов поменять профессиональную деятельность, поступить на учебу. Я уже второй год пытаюсь, подаю, 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 но не получается. И почему, я не понимаю. Подаешь куда? Подаю на работу, на учебу, и везде нет, 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 нет. Почему? А ты с кем живешь? Где живешь? Как живешь? Одна живу. У тебя еще сколько денег осталось? Нет, я работаю, у меня деньги есть. Ага. А куда ты подаешь? Чего не хватает? Подаю на учебу, допустим, на всякие, scholarship, на другую работу. Ты хочешь уехать и где-то отучиться? Хочу. И это хочу, и на другую работу хочу, все хочу, а вот что-то не получается. Может, ты не хочешь, нет? Хочу. Хочу. А ты поковыряйся, а может, не хочешь? Хочу. Ты хочешь уехать в другую страну, учиться на... Хочу, да, попробовать учиться, попробовать поработать. Ты не пробуй. Ну, я вот подаю, мне не получается. Ты слышишь, что ты говоришь? Не пробуй. Ну, ок, хорошо, вот я подала, мне опять пришел ответ «нет». Еще раз подай. Ну, сколько можно? Ты хочешь бросить или что? Да, у меня уже опускаются руки, потому что уже второй год, и я просто тоже начинала увлекаясь всякими, ну, окей, психосоматикой, ла-ла-ла. Там говорят, что вот, если это ваш путь, там у тебя там все сразу получится. Да? Я сейчас начинаю сомневаться. Может, это не мой путь. Может, не надо и пробовать? Не надо пытаться? Нет, пробовать надо. Пробовать надо, но... Короче, вот так, смотри, ты можешь жопу рвать, да? Идти туда, куда тебя не пускают. Да? Но ты попробуй в другую сторону еще. Ты туда же подавай, но еще куда-то подай. Другое место. Может, туда получится. Я пока других мест не вижу. Ты подай просто, что видишь. Везде, но я так делаю. Везде все вижу. Я тогда не знаю. Ты просто сегодня попробуй, вот посиди, вот когда мы будем сейчас медитировать, посмотри, что ты действительно хочешь, и потом к вечеру создай намерение это сделать. Если доковыряешься до истины, получится. Сейчас, секунду. Давай. Еще одна. Давай. А то это больно, это очень вытаскиваю. Давай еще. Не надо все. Садись. Вдох. Почему вот здесь живот, здесь воля, мы здесь все держим, да? То есть, вот все, что мы не хотим или делаем через усилие воли, у нас в животе. Поэтому мужчины, которые постоянно живут через усилие, у них живот вот такой и твердый он. Сейчас женщины такие стали появляться, с твердыми животами. Почему-то все думают, что это пресс. Почему он туда выгнутый такой, непонятно. Вдох. Расслабляйте тело. А теперь плачь. Вот так. Ну-ка, да, сама покричи. Вот так. Давай еще. Вот так. Давай еще. Вот так. Гореть стали? Классно, да? А то, что тело мягче стало. Это было. Давай. Вдох. Ори. Ори, ори. Глаза здоровы, линз нету? Вдох. Ори. А, вот. Отпусти ее. Крикинг. Сука. Давай. Сука. Сука. Все. И как ее зовут? А? Нет, не тебя, а суку. Вдохаем. Все легче, да? Все. Где там стульчик? Пойдем мы тебя туда посадим. А, мы пойдем туда. Это куда? Садись. А? Сейчас, подожди. Вот так руки пусти. Расслабь. Сейчас вот тебя чуть-чуть пожалей, поплачь немного, ладно? Отпускает руки? А? Давай. Давай. Это левая. Давай. Еще. Сейчас, кажется, еще будет это. Выдох. 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 Опускает? Ага. Последи, ладно? Где там? Кого взорвало? Ау. Ну, так хорошо. Да-да, сейчас. Выплакивай. Сейчас подведу. Давайте туда потихоньку. Сейчас, сидите. Беги, беги, беги. Держи. Давай, по-быстрому. Вдох. Тело расслабь, сейчас выйдет все. Все. Вдох. Расслабь, расслабь. Расслабь. Пошла. Давай. Да. Пошла, пошла, пошла. Легче? Ага, давай. Расслабь. Линза есть? Линза есть? Вдох. Убери руки. Тело расслабь. Все. Расслабляй. Расслабь. 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 Вот, все. Пошла. Давай. Все взорвало, да? Сейчас все, перекрещаем. Выдыхай. Сейчас чуть-чуть потерпите, сейчас этот. Чего у него? Покажи руки. Расслабь. Много читаю. Ну-ка. Ноги держи. Выпускай. 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 На, еще. Расслабь. Расслабь. Тело расслабь. Вот так. Поплачь. Жалко в плечку? Как дела? Смейся. Сейчас посмеемся. Легче тебе? Наргай, как дела? Слабость, да? А? Выдыхай. Ряд. Все. Вот, хорошо. Тихо-тихо-тихо. Убирай. Давай. Выдох. Да сядь ты. Выпускай. Мама. У сына руки сводит. У тебя руки сводило? Или такой? Выдыхай. Как дела? Легче? Ага. Вот так. Где она? У тебя как? Чего? О, не знаю. Ага. Дыши. Выдыхай. А? Ага. Уже не надо. Положи руку сюда. Отсюда. Отсюда. Выплакивай. Плачь, дорогая. Давай. Так. Сейчас. Сейчас мы закончим. Сейчас чуть-чуть. А? 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 Сейчас, сейчас, подождите. Сейчас. Выплакивай. Вы еще вот так покажите. А? А? Сейчас, секунду. Выплакивай. Так. Кто здесь? Ага. Нет, сейчас. Руфа. Руфа. Пойдем сюда, подержай ее. Давай, давай. Вытащи до конца сейчас. Подержи. Руку отпустила у тебя? Болит еще? Синеет, пусть синеет. Задавай вопрос. Что она хотела? Давай. Добрый день. Добрый. Алло. Вот, слышно. Добрый день. Зовут меня Дмитрий. Вопрос такой. Почему-то взаимоотношения выбираю либо проблемных девушек, либо девушек с детьми, вот, и, а вот именно они мне, да, нравятся почему-то. И второй вопрос. Как развить любовь к себе, на ваш взгляд? Как развить любовь? Отдыхай. Проблемных девушек выбираешь. Смотри, ты, ты, это потребность спасать. Это потребность спасать, и ты так проявляешь свою любовь, ну, это, я не знаю, откуда эта модель, может, мама научила, может быть, это, ну, отец себя так ведет. Вот, это надо ковырять уже отдельно, потому что, ну, такой какой-то яркий шаблон, я сейчас не вспомню, чтобы тебе сказать, у тебя там вот так. По поводу любви к себе, чем больше ты проявляешься в социуме, то есть деньги, там, взаимоотношения, там, должностя какие-то, тем ты будешь это, как бы, себя транслировать внутрь. Но это должно быть истинное проявление тебя, это должно быть то, что ты хочешь. Если ты будешь проявляться не как ты хочешь, то это будет в напряжении, и радости не принесет, и счастья. А так, сегодня, когда будем обниматься, в общем, побольше, ну, вот, постарайтесь, чтобы каждый хотя бы 18 человек обнял сегодня. Тем самым идет энергообмен, и ты наполняешься энергией. Этой энергии вам хватит на какой-то период, потому что потом она кончается, и надо потом опять. Но это вот взаимодействие. Потому что сколько я не взаимодействовал сам вот с людьми, то, казалось бы, внимания много там, ну, там, все равно где-то внутри, там, у каждого есть внутри, типа, да, ну, ничего страшного там. И вот с этим надо бороться. Это вот, это аффирмация, это любовь к себе, это медитация, и каждое утро, ну, вот, начинать надо с благодарности к тому, что у тебя есть. И все. Понял, благодарю за ответ. Нет, я так думаю. Все, сейчас мы закончим. Давай вдох. А? Ага, сейчас, сейчас. Здравствуйте. Можно вопрос, да? Как принять и полюбить себя? У меня большая обида на родителей, на отца. На отца обида, смотрите, это письма прощения однозначно, это вот это вот плакание, криканье, вот то, что сейчас происходит, там пластами прям выходят ваши все тараканы. Если бы вы видели, что выходит, вы были бы в легком шоке, если честно. Потому что я до сих пор... Кто-нибудь верит? Там джинны, там бесы, кто-нибудь, что-нибудь есть? Есть такие? Ага. Дыши. В психологии называют альтернативным эго, или альтернативное эго и субличности. В психиатрии, в психологии, в общем, это субличности, это альтернативное эго. И все, что предлагают, типа, ты с ним договорись, это часть тебя. Хотя, но договориться невозможно. Если ты в этом состоянии сам не был, ты никогда не поймешь, что это такое. Но это примерно, знаете, как если в вашу квартиру заедет бомж и начнет чистить ваши зубные щетки свои зубы. А ты, типа, с ним договорись, это часть тебя, поживи, он же тоже человек, и ты начнешь как-то под него подстраиваться. То же самое только у тебя происходит в душе. И вот это состояние, оно очень ужасно. То, что сейчас выходило у некоторых людей, то это, ну, отчасти, это вот это альтернативное эго, это сдирание масок, это вот оно. Вы можете верить в это, не верить, но когда люди говорят другими голосами, другие имена или там в этот, это, честно говоря, очень шокирует. Если бы я этого не видел хотя бы один раз в день, я бы в это никогда в жизни не поверил. У меня мозг очень эмпиричный. У меня слишком много стандартного, как это, классического образования, чтобы я верил за всякую херню. Но я много этого увидел, чтобы, ну, как-то не придавать этого значения уже невозможно.